Недавно я делал обзор на старшую модель из трёх девяток Honor. И вот сейчас рассмотрим среднюю модель Honor 9A. Ну, давайте сначала распаковку. Вот так вот выглядит коробка. Это тоже смартфон без предустановленных сервисов Google, о чём увещевает вот этот логотип, что все приложения устанавливаются через AppGallery. Вот так вот выглядит коробка. Здесь у нас информация об основных характеристиках. 64 гигабайта встроенной памяти, 3 гигабайта оперативки, цвет Midnight Black и моделька называется MDA-LX9N. На две симки, плюс к двум симкам слот для microSD карточек. Так что с памятью у вас точно не будет проблем. Ну, итого 64 гигабайта встроенной памяти, тоже абсолютно нормально. Насчёт 3 гигов оперативки, ну, не знаю, по опыту использования вполне хватает. Значит, в коробке нет чехла, только скрепка. Ну, макулатуры нету, поскольку это тестовый сэмпл. И кабель плюс зарядка. Зарядка, можете рассмотреть спецификации, самая простая, обычная зарядка. Помимо чёрного такого вот цвета, который смотрится очень даже хорошо, есть зелёный и голубой цвет. По мне так голубой очень приятный. Насчёт зелёного не знаю, живьём не видел, но вот чёрный и голубой выглядят действительно очень хорошо. Голубой вполне подойдёт девушкам, чёрный молодым или не очень молодым людям. Сзади сканер отпечатка пальца. Как и всегда, у Honor или Huawei он абсолютно молниеносный. Никаких проблем с ним нет. Удобно вполне расположен. Тройная камера, как вы видите. 13 мегапикселей основной модуль диафрагма 1.8. 5 мегапикселей широкоугольный модуль диафрагма 2.2. И вспомогательный 2-мегапиксельный модуль для портретного, для размытия при съёмке в портретном режиме с диафрагмой 2.4. Вот такая вот скромненькая по нынешним меркам камера. Покажу, как она снимает чуть попозже. Задняя поверхность стекла плюс пластик, я думаю. Выглядит очень неплохо. Отпечатки не очень сильно собирает. Не знаю, чехла в комплекте нет. Есть ли в коммерческих сэмплах чехол, не знаю. Но, в принципе, без чехла можно пользоваться вполне нормально. Боковые грани тоже пластиковые, с таким матовым чёрным напылением. В принципе, и тактильно, и внешне очень приятные. Насколько они ударопрочные, не знаю. Но вполне нормально выглядят, по крайней мере, и смотрятся. Сбоку, справа кнопка включения и выключения. Качелька грубкости. Всё обычно. Наверху микрофон для шумоподавления. Здесь слот, повторюсь, для двух нано-сим-карт и одной микро-SD-карты. Внизу разъём для наушников 3.5, микро-USB и динамик. Динамик дам чуть попозже послушать. Вполне громкий, никаких нареканий к нему нет. Большего требовать от него тоже не стоит. Дисплей 6.3 дюйма. Никаких загнутостей опять-таки нет. FullView дисплей, как видите, наверху небольшая капелька под фронтальную камеру. Разрешение фронтальной камеры 8 мегапикселей. Снимает она терпимо. Разрешение дисплея HD, простое, не FullHD. Никаких пикселей я здесь не вижу. Это IPS-матрица. Очень хорошая IPS-матрица. Честно говоря, она мне даже, может быть, понравилась. Не знаю, есть ли разница между той IPS-матрицей, которая в Honor 9C установлена. Но это мне почему-то понравилось больше, потому что в ней, как мне показалось, ещё больше, чем там яркость. Внизу есть небольшой подбородок, но он не чувствуется и не ощущается вообще никак. По аппаратной платформе смартфон работает на процессоре не Huawei-вском, а Mediatek-овском. Это Mediatek P22. Здесь, как я уже говорил, 3 гигабайта оперативки и 64 гигабайта встроенной флеш-памяти. Меня, естественно, смутило 3 гигабайта оперативной памяти, потому что, ну, уж совсем мало. 4 ещё куда не шло, хотя нормально 6, а вот 3 в 2020 году с 10-м андроидом, думал я. Но, надо сказать, что никаких особых проблем я не заметил. Если сравнивать, я не знаю, если сравнивать там с Honor 20, которым я пользуюсь, и в котором 6 гигов оперативки, то, ну, наверное, разница какая-то есть. Вот как выглядит скроллинг в Honor 20. Ну, тут и процессор другой, поэтому сравнивать на самом деле не очень корректно. Вот как выглядит скроллинг фейсбука в 9А. Ну, подтормаживает, да. Не уверен, кстати, что эти тормоза из-за 3 гигов оперативки. Не исключаю, что они из-за процессора. Ну, в общем, пользоваться вполне можно. Ожидать большего было бы странно, честно говоря. Ну, звук вы только что более или менее слышали. Давайте остановимся на нём чуть подробнее. Попробуем послушать какую-нибудь музыку. Вот такой вот звук. Я думаю, что никаких нареканий к нему быть не может. В смартфоне, который стоит меньше 10 тысяч рублей, наполняю хороший звук. Но у этого смартфона есть главная фишка. И она ни в звуке, ни в экране, ни в дисплее, ни в камере и ни в цене. Главная фишка этого смартфона в аккумуляторе. Здесь установлен аккумулятор на 5000 мАч. И с учётом медитековского процессора, 3 гигов оперативки, ну и вообще всей аппаратной начинки, и очень хорошей, кстати, оптимизации программного обеспечения, ёмкости этого аккумулятора хватает на 2 с лишним дня. В обычном режиме использования, ну, может быть, чуть меньше обычного, где-то 30% осталось к концу второго дня. Ну, теперь давайте по камере. Быстренько пробежимся. Камера ничего особенного собой не представляет, но с другой стороны, опять-таки по тем аппаратным характеристикам, которые мы имеем, это очень неплохой показатель. Меня приятно удивило то расстояние, с которого она фокусируется. То есть, она фокусируется, ну, вот, например, видеосъёмка. Заодно посмотрим, как перефокусировывается она. Вот, пожалуйста. Ну, вот режим автофокуса. Видите, перефокусировка происходит достаточно плавно и хорошо. А теперь смотрите, насколько бы близко она умеет фокусироваться. То есть, реально там расстояние от объекта фокусировки было, ну, сантиметра 2-3. Это дико круто. Это круто для съёмки документов, для съёмки каких-то макро. Это очень удобно. Что касается стабилизации. Стабилизации, конечно, здесь нету оптической. Есть электронная стабилизация. Ну, видеосъёмка выглядит вот так вот. Снимает смартфон как в HD, так и в Full HD. Ну, сейчас вернёмся к настройкам камеры. Как слышите, звук пишет вполне нормально. Значит, по характеристикам Full HD, скорее всего, это 30 кадров в секунду. Ну, вернёмся к интерфейсу камеры чуть попозже. Ну, если говорить про ширик. Ну, вот, пожалуйста, как снимает ширик. Это обычная камера. Это ширик. Вот основная. Ну, не знаю. Конечно, 13 мегапикселей в 2020 году – это не бог весть что. Вот так вот выглядит ширик. Вот так вот с одной и той же точки выглядит основная. Вот, пожалуйста, размытие задника на крупном плане. Вполне себе почти художественно. Но, по крайней мере, претензий быть не может. Ну, вот ещё какие-то фотографии. Вот ночная съёмка. Конечно, ну, если брать основную камеру, то более или менее ничего. Если брать ширик, то, конечно, всё весьма и весьма в сумерках плачевно. Ну, вот тоже. Это обычная камера основная. Ну, конечно, листья размываются, что вы от 13 мегапикселей хотите. Вот шейк с той же точки. И здесь, конечно, уже везде грязь. Хотя, с другой стороны, надо сказать, что здесь шёл дождь и погода была так себе. Ну, вот фронталка на 8 мегапикселей. Ну, так себе. Но, с другой стороны, для 8 мегапикселей в комнатном режиме абсолютно нормальная история. Что касается интерфейса камеры, то выглядит он вот так вот, собственно, обычный для Honor и Huawei. Режима, ночного режима съёмки нет. Есть режим диафрагмы. Есть режим украшения. Обычный режим. Видео портретного режима, как вы заметили, тоже нет. Обычный режим. Режим съёмки видео. И в режиме ещё есть профессиональный режим, как ни странно. Ну, RAW съёмку здесь делать нельзя, естественно, да и не нужна она. И панорама, и HDR. По большому счёту всё, что надо. По настройкам. Ну, вот соотношение сторон 4 к 3. Разрешение видео HD Full HD. Частота кадров 30 кадров. Интересно, есть ли в обычном HD 60 кадров. Нет, в обычном HD тоже 30 кадров. Ну и не надо, на самом деле, 60 кадров. Господи, в таком телефоне 60 кадров делать больше нечего. Вот, ну вот, пожалуй, все основные настройки. Что касается отсутствия Google сервисов и возможности устанавливать, по крайней мере, легальные возможности устанавливать приложения только через AppGallery. Ну, какое-то время ещё придётся постоянно об этом говорить, потому что это отпугивает людей. Я вот подразобрался и понял, что ничего пугающего здесь нет. Ну, смотрите. Как я уже в обзоре Honor 9C говорил, есть три абсолютно легальных и нормальных способа установки приложений. Совершенно любых. Первый способ – это воспользоваться приложением PhoneClone, которое есть во всех смартфонах Huawei и Honor, и которым можно пользоваться, если у вас телефон на iOS или на Android, любой другой. Вот так вот выглядит это приложение. Вы с его помощью копируете свой старый телефон в ваш новый телефон, и все данные, начиная от смс-ок, скачанных файлов, контактов и тому подобное, фотографий, у вас перекачиваются в новый телефон. По моему опыту, очень и очень корректно работает это приложение. Второй способ. Если какого-то приложения нет в AppGallery, то вы в AppGallery скачиваете приложение, которое называется AppGo. Так вот выглядит приложение AppGo, и через него вы можете установить любые совершенно приложения на смартфон Honor и Huawei. Хотя, на самом деле, я предполагаю, что для большинства пользователей все необходимые приложения найдутся и в гиллере, которая установлена в Honor и Huawei. Ну и третий способ – это просто скачать нужный АПК-файл из интернета и установить его на смартфоне. Вот три основных способа, и ничего не надо взламывать, и не надо на самом деле Google сервисы особо устанавливать. Ну, вот по большому счету нет в них необходимости. Для удобства пользователя здесь, прямо когда вы активируете смартфон, установлены какие-то приложения, которые на самом деле не установлены, а предустановлены, скажем так. Вы можете вот их здесь прямо скачать, и у вас они появятся уже полноценно. Не знаю, насколько они вам нужны, но вот игрушки здесь какие-то. В игрушки я не пробовал играть на этом смартфоне, но думаю, что можно, наверное, да. Вот кошелек для бесконтактной оплаты тем, кто предпочитает пользоваться бесконтактной оплатой. NFC, конечно, здесь есть. Мало того, скажу, что здесь есть еще и FM-радио. Включать наушники, они работают как антенна, можете слушать радио как через наушники, так и по громкой связи. В общем, вот так вот, по приложениям, ну вот действительно, для не особо требовательного пользователя приложений предостаточно. Есть приложение Сбербанка, Сбербанк Онлайн, есть приложение с других банков, по крайней мере, банка Открытия есть, приложение Тинькова есть, ну и так далее. Зато вы получаете смартфон на самой последней версии Android. Здесь установлен 10-й Android. Версия прошивки Magic UI 3.1. Это действительно на данный момент самая последняя прошивка. Прошивка, ну вот видите, показатели характеристики смартфона. Mediatek MT6762R, 3 гига оперативки. Свободно, но у меня практически ничего здесь, кроме нескольких фотографий и видео нету. 51 гигабайт свободно из 64. Разрешение 1600 на 720, ну и так далее. Если говорить о какой-то целевой аудитории, в первую очередь я бы этот смартфон рекомендовал людям старшего поколения. Если кому-то надо там родителям или дедушкам, бабушкам подарить смартфон, то вот это вот отличный совершенно вариант. Копаться в Play Market им не нужно. И соответственно Play Market им не нужен. Вы можете им настроить все необходимые приложения и подарить этот телефон уже настроенными. Они будут им пользоваться. Фотографии в соцсети, они если выкладывают, то не очень обильно. Тоже там супер-пупер качество им не нужно. Для видеосвязи фронтальной камеры хватит выше крыши. Поэтому, ну и так далее и тому подобное. На самом деле по всем параметрам это абсолютно идеальный смартфон для людей, которым старше 65. Мне во всяком случае так показалось. С другой стороны он и молодым подойдет как первый смартфон. Ну, в общем, за тот класс, на который этот смартфон и по цене, и по аппаратным характеристикам претендует, он отвечает вполне. Единственное, ну, может быть, 10 тысяч, чуть-чуть многовато. Но с другой стороны, я думаю, что там в течение месяца-двух он упадет до 8-7-то уж точно.